Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В июне недельная инфляция в России опустилась до нуля, сообщает Росстат. В последний раз она достигала такой отметки в начале августа прошлого года на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Годовая инфляция замедлилась до 15,7%. За прошедшую неделю цены на конфеты, глазированные шоколадом, выросли на половину процента. Маргарин, соль, карамель и чай подорожали на 0,3%. В то же время яйца подешевели на 1,4%. Свинина, баранина, молоко, сыры, сахар, макаронные и крупные изделия на 0,4%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2%. Цены на бензин выросли на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%. Центробанк России ожидает по итогам года инфляцию на уровне 12-14%. Прогноз Минэкономразвития 11,6%. Если у предприятия накопилась трехмесячная непогашенная задолженность по зарплате, его работники вправе обратиться в суд с требованием о признании работодателя-должника банкротом, а затем представитель отработников вправе участвовать в собрании кредиторов. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума. При этом депутаты не поддержали предложение профильного думского комитета о собственности предоставить госгарантии по выплатам долгов по зарплате на случай, если при ликвидации бизнеса средств на кредиторов второй очереди не хватит. Авиабилеты на международные рейсы подорожали 10 июня. Рост составил от 6% до 8,6%. Об этом заявляет Международная ассоциация воздушного транспорта. Стоимость авиабилетов с 2006 года привязана к курсу рубля к евро и доллару, округленному до 50 копеек в большую сторону. Ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам. На основе этого курса определяется цена на авиабилеты на международные рейсы. Российский фондовый рынок открылся нейтрально. Индекс ММВБ находится на отметке 1651 пункт. Среди лидеров РОСТа – Полюс Золото, Башнефть, Акрон, МВД, НЛ Россия и группа ПИК. Аутсайдеры – РДР, Русала, Ростелеком, Роснефть, ВТБ и Новотек. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день повышением. Подъем котировок отдельных бумаг поддерживался корпоративными новостями. Азия торгуется в плюсе. Сегодняшний день – последний перед праздниками в России, поэтому сильной активности на рынках не ожидается. Курс доллара на 11 июня – 54,82 рубля, курс евро – 62,20 рубля, золото стоит 2090 рублей за грамм. Серебро стоит 28,43 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 66,30 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах и хороших праздников!